Мы добрались до последнего пункта нашего путешествия по Италии, который завершается в городе Таранто. Здесь находится крупнейший в Евросоюзе сталелитейный завод компании Илва. Вы видите его за мной. Горожане прозвали его «Стальную монстр». По ряду оценок, его вредные выбросы привели здесь к гибели тысяч рабочих и местных жителей. Но вопрос закрытия предприятия представляет собой дилемму, поскольку очень многие остались бы в результате без работы. Корреспонденты Евроньюз побывали в гостях у Карла и Анджела, которые привели их в комнату своего сына Джорджио. Он умер в январе прошлого года от саркома мягких тканей. Ему было всего 15 лет. Родители перепробовали все виды лечения по всей стране, но ничего не помогло. Вы попадаете в настоящий ад. Ни с чем другим не сравнить просто. И мне интересно, что же будет дальше, если источники загрязнений так и не закроют. Возможно, этим детям лучше было бы совсем не родиться, чем пройти через то, что прошел наш сын. Это не выразить словами. Никому такого не пожелаешь. Карла и Анджела создали ассоциацию, чтобы поддержать других родителей из Таранта, оказавшихся в такой же кошмарной ситуации. По данным Национального института здоровья, в Таранта вероятность заболеть раком у детей на 54% выше, чем в среднем по стране. Из этих трупп в атмосферу попадает столько же вредных выбросов, как из 400 мусоросжигательных заводов. Местные смиссы, лаясь на данные прокуратуры, сообщают, что за последние 7 лет 11,5 тысяч человек скончали здесь от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний из-за загрязнений. Доступ на эту территорию закрыт властями из-за чрезмерного уровня диоксина. Но самое удивительное в том, что вплотную к этой зоне расположена начальная школа. Дети в этом районе часто остаются дома. Школа закрывается, когда ветер несет с завода токсичную пыль. 7 лет назад прокуратура приказала конфисковать завод и арестовать руководство за серьезные нарушения экологических правил. Два года назад предприятие приобрела компания ArcelorMittal, заявив, что произведет здесь реконструкцию. Но местные жители говорят, что разочарованы движением «Пять звезд», которое обещало закрыть завод, но обещание не сдержало. «Мне 51 год, и я дважды болел раком. Я больше не доверяю этому итальянскому государству. Никому не доверяю». Это дело рассматривается теперь в Брюсселе, где Европейская комиссия открыла в отношении Италии две процедуры о нарушении закона. Одна из них касается несоблюдения стандартов ЕС по промышленным выбросам. Активистка Антонио Баталья уже много лет борется за то, чтобы в европейской столице оказали давление на итальянское правительство. Экологическая проблема по-прежнему сохраняется, и мы надеемся, что Европейская комиссия сможет доказать поддержку городу Таранто и сможет помочь в решении этой крайне важной проблемы, которая по-прежнему остается нерешенной. Над Таранто сгущаются сумерки, и на фоне вечернего неба из заводской трубы поднимаются клубы темного дыма.